Александр Невский, глава города Кингисепп и Кингисеппского района. Честно скажу, горд, что на эстонской земле сегодня такое событие перезахоронение останков советских воинов, павших в борьбе с фашистскими захватчиками Второй мировой войны в годы Великой Отечественной войны. И хочу сказать, что очень благодарны мы тем людям, которые занимаются сегодня поиском тех, кто не предан земле по нашему христианскому обычаю. В Кингисеппском районе Невергородской области тоже существует отряд форпост, которые занимаются ваши ребята, знакомые с нашими ребятами, которые той же проблемой, проблематикой занимаются, дружат. Я действительно благодарен им за то, что сегодня те 122 человека, человека, которые просто лежали, валялись где-то, преданные земле по христианскому обычаю. Очень рад, что, скажем, ну, наверное, без политики здесь не обойтись, но очень рад, что и эстонское правительство в последнее время стало уделять вопросам захоронений кладбищ воинских особое внимание. Хочу сказать, что в Кингисеппе находится кладбище эстонского корпуса, за которым мы, да согласно традиции, там, закладываем деньги в местном бюджете, в городском, и ухаживаем, и норвитяне, села Мяя, жители города Селомяя приезжают, чтобы отдать дань уважения погибшим солдатам. Я хочу сказать, что это люди, и, наверное, нам сегодня нужно отойти от всего, что связано с той войной, и сказать, что это люди, которые достойны упокоения по Божьему закону, по людскому закону. Я очень рад за это место, на котором сегодня мы находимся, где упокоятся наши бойцы регулярной Красной Армии, и рад, что действительно это случилось на эстонской земле. Сегодня очень много людей здесь, это приятно. Хочу отдельные слова благодарности сказать всем, кто сегодня пришел, несмотря на не настой погоду. что самое главное в этой жизни, чтобы мы помнили. Вот, наверное, это и есть память о тех, кто дал нам свободу, независимость, жизнь. Это самое святое, что есть, и это должно остаться с нами.